Проект АОЛА МАНАТЭ действует в области уже несколько месяцев. На его развитие в регионе направлено более 1 миллиарда цинги. Работа новой социальной программы уже дает свои результаты. Заявки на участие в проекте уже оформили более 900 жителей области. Выгодное кредитование позволит получателям адресной помощи открыть свой бизнес. Подробности в репортаже моих коллег. В рамках реализации программы АОЛА МАНАТЭ в регионе была проведена большая подготовительная работа. Между СПК ТАБОЛ и Управлением сельского хозяйства области был подписан договор о сотрудничестве. Создан отдельный департамент кредитования, который занимается рассмотрением заявок на участие в программе. Во всех районах региона ведут работу группы, принимающие заявки от населения. Участникам программы разработаны отдельные алгоритмы принятия и рассмотрения документов от потенциальных заемщиков. При СПК создана кредитная комиссия, которая рассматривает досье потенциальных заемщиков. В нее вошли представители СПК ТАБОЛ, Управление сельского хозяйства, Управление координацией занятых социальных программ, Палаты предпринимателей АТОМИКЕН, Филиалы ассоциаций фермеров Казахстана, Общественного совета области и депутат областного Маслихата. Нами проведено несколько семинаров с представителями районов по условиям предоставления кредитов, по правилам, которые у нас существуют, по порядку организации всей этой работы. Поэтому мы считаем, что на местах люди, в особенности представители районных акиматов и отделов сельского хозяйства обучены. И мы надеемся, что они эту информацию транслировали дальше и населению, и акимов сельских округов, для того, чтобы люди четко понимали, что и как необходимо сделать, чтобы получить кредит по программе АОЛА МАНАТЭ. Участникам программы выдается 2-процентный кредит на открытие своего дела. Первые два года процент не платится, после ставка возвращается. Суда выдается на 5 лет. Максимальная сумма займа – более 26 миллионов тенге. Одним из тех, кто уже получил кредит на открытие своего дела, является Евгений Папертный. В начале года он оформил заявку на открытие и запуск птицефермы. После оформления документов в рассмотрение бизнес-плана, Евгений получил заем для открытия предприятия. Фабрика занимается выпуском мясной продукции и яиц. Кредит я взял на развитие птицеводства. Именно это на мясо-яичное направление. Мясо-яичное направление, яичное будет больше в процентном соотношении. Кредит получили быстро. Менеджеры работают практически на все время, сколько ты собираешь справки, пакет документов готовишь. Идет поддержка с СПК. В принципе, сам кредит очень адекватный, процентная ставка, такой вообще нигде нет. Деньги хорошие, деньги дешевые, деньги длинные. В принципе, если есть какой-то адекватный проект, у кого хорошая тема, рабочая, то, в принципе, можно смело идти, подавать заявку и все получится. Люди прорабатывают, люди просчитывают, смотрят. Как бы советую обращаться. Для участия в программе нужно собрать необходимый пакет документов. Его можно найти на госпортале ЕГОВ. Самое главное – создать свой бизнес-план. Документ, где будут прописаны основные параметры будущего дела. Именно его будет оценивать комиссия при вынесении решения. Участниками программы могут стать только жители сельской местности. Также в проекте не могут участвовать бизнес-планы участников, связанные с розничной торговлей, к примеру, на открытии магазина или оптового центра. Купи-продай в нашем случае не работает. Также мы не финансируем на погашение действующих кредитов, если, допустим, что-то с этим связано, какая-то кредиторская задолженность по бухгалтерии, допустим, в данном случае. Также до подачи заявки мы сразу проверяем на отсутствие налоговой задолженности, на отсутствие действующих судебных разбирательств в отношении заемщика. Заемщик должен быть дееспособным, достигший 18 лет и до пенсионного возраста. Напомним, проект «Аула Монаты» был разработан в 2021 году. Около двух лет он в пилотном режиме тестировался в Жамбульской области. Там он показал хорошие результаты. С января 2023 года программа стала внедряться по всей стране, в том числе и в Кустанайской области. Новый проект выполняет сразу несколько задач. Он должен уменьшить число получателей адресной помощи, а также повысить количество производителей на селе. Дмитрий Муштадь, Язбесенов, телеканал Кустанай.